Панина упомянули, а Панин тоже идейный или нет, так же как вы? Нет, по сравнению со мной Лёшка не идейный, но Лёшка свободный, свободнее чем я в некоторых отношениях. И Лёшка, поскольку моложе, и у него, наверное, нет опыта той борьбы, которая была у меня в юности, когда мы фактически в перестроечные времена с Игорем Тальковым боролись с системой, пели песни. Меня спасло только то, что я пел антисоветские песни под гитару в тысячных залах, а Игорь Тальков собирал стадионы. И его боялись, естественно, больше, и меня грозились убить. То есть вы считаете, что Талькова убили не по гости, а по политике? Я это знаю, я это знаю. Убили, безусловно. Убили, я в этом не сомневаюсь. И я проскочил просто в угольное ушко, меня вовремя предубили. Кстати, в своё время взгляд, первые, да, эти программы, когда можно было всё, они услышали, у меня программа была, 89-й год. Линия на стоп, 89-й год. Я сейчас удивляюсь, потому что потом я встречал людей из глубинки, которым отбивали печень, почки за 10% того, что я умудрялся делать в Киеве, в Москве в 89-м, 90-м году. И вот эта линия на стоп, и взгляд, говорит, мне тогда, там, Кусев, Иваня Демидов, говорит, ты не боишься, если мы это покажем? Я говорю, ребят, главное, чтобы вы не боялись. В итоге показали только одну песню, и то, там, а ведь войны могло бы и не быть, когда подонки, уверенно им властью, не стали бы детей страны топить в разверзнувшейся лагерной напасти. И этот ленинский, я потом Демидову говорю, Ваня, а где же песня? Нам в последний момент, говорит, мы на Владивосток запустили туда, на Дальний Восток, а нам здесь перекрыли, да, перекрыли. Но меня это спасло, потому что потом я узнал, что меня заказали, как его было, Атари, Атари, Атари. Да, поскольку они запустили антисталинскую, и потом мне уже через 10 лет, там, где-то в детектив-клубе, когда мы с Вайнером, а ты знаешь, мне подходил авторитет, и говорит, ты знаешь, что я тебя отмазал, что только по молодости, потому что Атари очень рассердился и хотел дать приказ тебя грохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok